Детские рисунки Отлично, спасибо Рукой вернее О воспитании лидеров Все это дает нам возможность развивать в детях через художественную деятельность, через художественное творчество Но я являюсь директором детского культурного центра педагогика творчества Когда начинают говорить, а что это такое, это почти то же самое, что психология любви А это педагогика творчества, то есть понятен смысл становится Что нас всех сегодня объединяет? Вот здесь сидящих в зале Много детей, родителей, молодежь, которая будет в будущем родители Но мы все с вами едино в одном Мы все прошли в своем жизненном отрезке Отрезок замечательный, который называется детство Что остается от детства у каждого? Ну, фотографии, видеоматериалы, ботиночки, платьица, отрезанный хвостик из роддома, волосы первые Ну, и много еще чего, игрушки любимые Но ребенок активно живет в жизни с самого своего рождения И поэтому, когда ребенок начинает рисовать А он может начинать рисовать очень рано У меня родители спрашивают иногда, с какого момента? Я говорю, с того самого момента, как только ложку взял в руку И мимо рта кашу не пронес Хоть, в общем-то, если натюрморт Весь испачкан кашей Это не важно И он, более того, ребенок Отстраняет уже взрослого и говорит Я сам или я сама Вот с этого момента Ребенку уже точно можно давать кисточку Крупную Потому что чем меньше ребенок Ну, поймите меня только правильно Тем крупнее должна быть кисточка В пределах разумного Тем крупнее должен быть лист бумаги Опять же, в пределах разумного Потому что ребенку держать кисточку Обычно приходится в кулаке Ну, еще координация недостаточная Мелкие мышцы рук Еще пока не развиты Держит в кулаке Уверенно, мощно, смело И работать будет по всему листу Ольга, пожалуйста, микрофон В микрофон, да Вот вы мне эту штуку дали Заберите у меня ее Она мне так мешает Мне мешает это Так вот, ребенок Исследователь Ребенка еще мало интересует Конечный результат Маленького Его увлекает процесс Краски Банка с водой Кисточки Кисточки промывать Вода обменяется Окрашивается в разные цвета Это чудо И вот это чудо Ребенка Этого процесса Изумительного Познавательного Увлекательного Мы не должны лишать Спасибо А вот когда вы мне Дадите мои рисуночки Я тоже, как многие из выступающих Сегодня буду говорить о том Что я ссылаюсь, конечно, тоже На опыт матери Свой опыт как матери Ну и у меня есть внуки Как бабушки Поэтому Вот перед вами Это такая заставка Только что на днях Я проводила выставку Была куратором Этой выставки Краски спорта Поэтому вот она такая Динамичная В движении То есть то, что вот Лидеры Давайте поищем лидера Ладно, не будем Они здесь есть Можно следующий кадр Так вот Какие же бывают Детские рисунки Они бывают Двух как бы видов Мы должны Взрослые в этом разбираться Понимать хотя бы Это совершенно Самостоятельные рисунки Вот этим рисунком Это моя старшая дочь Им сколько Сорок Три года Этим рисунком Когда их было Пять лет Нарисовала Как многие девчонки Людей Красоток Невест Естественно То, чем живет Женская Образная Не фантазия, конечно А отражение, наверное То, что наблюдаем То, что нравится То, что интересно Поэтому вот такие красотки Пятилетнего ребенка Можно менять Посмотрите И короны И волосы А взгляд какой Все интересно Потому что Более того И это все не стареет И теперешние дети Проходят этот же этап Эти же фазы Открытие для себя Через рисунок Потому что Это отражение Своих впечатлений Это отражение Эмоционального настроения Увиденного У нас здесь нет рисунка Но приходила Одна приятельница Красивая Она очень нравилась И тоже у нас Есть портрет Потому что Это неописуемая красота Как же это пропустить? Будьте любезны Следующая Ну это тоже Одна из красоток Недорисованная И вот Что еще хочется Будьте любезны А теперь Серия работ Моей младшей дочери Ксении В 1985 году В Москве Проходил чемпионат мира По художественной гимнастике Ну как-то мы Смотрели Интересно было Красота Все-таки пластика Гармония Девочка Пятилетняя В этот момент Она надела Свой купальник Подобрала в темпе Что-то дома Прыгалки Мяч Еще Не помню Ленточку какую-то Поясок нашла И все Что изображалось Мяч Все что изображалось На экране Она тут же Воспроизводила Прыгала Крутилась Танцевала То есть Все Жила в том Образе В том самом Состоянии В котором На которое Ее настроил Вот этот чемпионат Вот вам Пожалуйста Командное выступление Вы совершенно Спокойно Убедитесь Что это Две разные команды Посмотрите Как они одеты Эта команда И как одета Эта команда Это Вот И пожалуйста Тут и пластика есть И движение Так вот Закончился Просмотр Через какое-то время Тишина у нее В комнате Заглядывает Сидит Рисует На папинах Бумагах Папа у нас Профессор Мефи Там формулы Формулы Сплошные То есть Она самостоятельно Нашла Что ей нужно Бумагу Перевернула И чемпионат мира Выразился В этих Трогательных Детских Зарисовках Быстрых Динамичных Активных Потому что Сам ритм Чемпионата Выступления Он задавал Этот тон Так вот Как же мы Можем Не сказать о том Что детский рисунок Вот это впечатление Это есть Самовыражение И отражение Того момента Который Ребенок Пережил в детстве Ну пережил В хорошем смысле Да Потрясение чем-то Открыл для себя Что-то Поэтому Наши дети Творчество детей А я называю Рисунки Не просто рисунками Я называю Детские шедевры Моя терминология Детское искусство Потому что Когда Зура Царители А мы у него Довольно часто Делали В Московском Музее Современного Искусства Выставки Когда Шел разговор А почему Музей Современного Искусства Да говорю Потому что Дети Это самые Современные Люди Это самое Современное Искусство Детское Ну он согласился С этим И присылал Своего фотографа Который Отснимал Детские шедевры Не знаю Зачем Ну догадываемся Будьте любезны Следующие А ну это Вот все У нас Гимнастки Вот это Сейчас плохо Читается Вообще Перевернуться Оно должно быть Это письмо Моя младшая дочь Два года Папа пишет За столом Мама Преподаватель В педучилище Имени Крупска Я преподавала Историю искусства Изобразительного Для студентов И методику Обучения Художественному творчеству Детскому творчеству То есть психологии Творчества И педагогика Творчества Мы писали Поэтому Двухлетний Ребенок Написал Видите Вот там Встроенными рядами Как бы буквы Ну ведь это и есть Буквицы Образ которой Она создала В письме Более того Подошла с этим Листом И говорит мне Прочитай Представляете Какая у меня Ситуация Что там написано Я начала Что-то Сочинять Ну от себя Ну конечно Она говорит Нет И она Говорит Ну ты знаешь Такой почерк Трудный Прочти мне Ты пожалуйста И в общем Она там Рассказывала Она тоже писала Письмо Даже не письмо Она тоже писала Что-то Сейчас я Не буду на это Тратить время Вот то есть Это опять Подражание Отражение Самовыражение И будьте любезны Следующий рисунок У меня есть внуки У меня их три парня Моей старшей дочери Богдан Ой Филипп Богдан Никита Это Богдан Средний Он студент Сейчас в МИФИ Все его рисунки Всегда были Конструктивные Активные Какие-то Прописаны Какими-то Ну как формулами Я не знаю Потому что он тоже видел Как работал дед Который потом с ним Занимался физикой И математикой И у него все работы Будь то это вот такая схема Газовая У меня масса рисунков Его тоже Оно как-то все Вы знаете Как-то оно так вот Выкладывалось в моем сознании Надо же как интересно У меня-то две дочери было А тут внуки Парни И они как-то все по-другому По-другому играют По-другому рисуют Оказывается И это здорово Другой внук Вот Он экономика И менеджмент И футболист Свободное от учебы Время Обожает футбол Он активен Экспрессивен Он динамичен У него Как и у многих мальчишек И у девчонок Кстати В процессе рисования Идет игра Это может быть бой Ой Вы знаете У меня был интересный Такой Однажды Случай В детском саду Я наблюдала Дети рисовали Рыбок в аквариуме И вот мальчик Нарисовал рыбку Такая красивая рыбка И вдруг он берет Коричневую краску И закрашивает ее Я Я говорю А зачем ты это сделал А он говорит Это камень А рыбка За камнем Вот это правда Рыбка За камушком Он нарисовал Вначале рыбку А потом ее Закрасил камнем Потому что камень Вот вам правда Искусство Извините Так вот Что же нам дает Детский рисунок Вот этого вида Самостоятельный Выполненный Выполненный Без всякой подачи Взрослого Выполненный Не только При помощи Каких-то навыков О которых Говорил Девочка Навык Это здорово Навык Когда не думаешь Это автоматизированные Умения Фактически Но в изобразительном Творчестве Навык Еще и изобразительные умения Несколько отличаются Изобразительные умения Например Как создать образ человека Рыбы Птицы Животное То есть Какие-то изобразительные умения И вот Эти рисунки Они конечно Нужны Нужны Человечку Их нужно Оставлять На память Их нужно Собирать Каждый Родитель Должен Стать Коллекционером Взрослые Поднимите Руку У кого Сохранились С детства Рисунки Ух ты Есть народ Здорово Это здорово Это Вы знаете Самое Ценное Что осталось От детства Это единственное Ну Ты можешь Руку не поднимать У тебя Еще детство Продолжается Ты еще Много Натворишь Самое Главное Что Это Действительно Единственное Вещественное Предметное Продуктивное Как называют Психологи Потому что Рисование Это Продуктивная Деятельность Ребенка И по этой Продуктивной Деятельности Психологи Иногда Разрабатывают Тесты Могут судить О многих Многих Психических Вещах Ну Я не всегда Согласна Потому что Как говорится Какой-то Ярлык Вешать Не надо Потому что У ребенка Настроение Меняется Отношение Меняется Способы Выражения Меняются От того Что Воспринимает Одним словом Это Продуктивная Деятельность Занимает Внимание И ученых И вообще Интерес К детскому Творчеству К детскому Искусству Велик Я не могу За неимением Времени Говорить О истории И как Это развивалось На земном Шарике Все время Но Поверьте Это здорово Что у вас Есть детские Рисунки И К тому К этому вопросу У меня тоже Была маленькая История Я уже должна Закругляться Я привыкла Много Моей дочери Старшей Когда исполнилась 16 лет Я сделала Выставку В доме В квартире Лавками Накололы Детские рисунки Между ними Фотографии С полутора лет И когда пришли 16-летние подростки Они были потрясены Они буквально Ползали по стенам Изучали Полтора года Какая маленькая И уже Эти рисунки Да Но в них Там каляки-маляки Как называют дети Да Это хорошо Все равно Это изучение Это любопытство И вот Эти подростки Потом очень Сожалели Говорили мне Как жаль Что у нас Этого богатства Нет Так что Собирайте Это богатство И последнее Второй вид Я не могу Об этом не сказать Дайте уж Перед вами Рисунки Другие Еще может быть В цвете Уже они не похожи На каляки-маляки Вот кстати Один из рисунков Тоже самостоятельных Мальчик Который К нам приходить Стал с трех лет Буквально Дома он Дверь открыта Называется Работа Я пришел Дом многоэтажный Можем судить По лестницам Высокая лестница Рады ребенку В доме Рады Потому что Цвет Об этом и говорит Он рад Что пришел И они Он знает Рады Они его ждут Вот это Очень трогательный Рисунок В этом плане Так вот Наступает Какой-то момент Когда Так Вопрос Музыки мы учим? Учим Грамоте мы учим? Учим Да Молодежь Отвечайте Дети Английскому учим? Учим Танцем Учим Учим Художественному Творчеству Тоже учим Даже не творчеству А учим Языку Изобразительного Искусства Он особый Это мир Цвета Это мир Форм Это красота Линий Выразительность Это все вместе Это и соотношение Пропорции Это и колорит Что хотите Много кто знает Что это такое Прекрасно понимает О чем идет речь И вот к нам Я директор этого центра Педагогика творчества С двух лет приходят Малыши С двух лет Пожалуйста Это вот двухлетний Это уже постарше Вот это трехлетняя Девочка Посмотрите Какая смелость В рисовании Какая небоязнь Кисти Красок Листа бумаги Мы на больших Работах Рисуем Это город Естественно А вот Семья Какая трогательная Папа Мама Детишки Так ребенок Понимает Наверное Вот Уют и теплоту Семьи Ну что Относитесь С любовью И уважением Не только К своим детям Надо в них Видеть Равных Надо в них Уважать Личность Надо увидеть Вот то Сегодня говорили О способностях Зернышко Которое Землепашец Бросает В землю Я за модель Земледеления Я и мои коллеги Мы полностью Этим и занимаемся И более того Форма Игровая Образная Ребенок К нам приходит Не в студию Не в школу А в рисовальную Страну Они у нас Даже спрашивают А где мы спим Они думают Что мы здесь Живем Потому что Для меня И моих коллег Это не работа Это образ Жизни Спасибо вам Спасибо большое Ольга Спасибо вам огромное Да конечно Микрофон отдадите А вопросов Вы не задаете Всем задавали Нет у меня Есть один вопрос Я сейчас вам его задам Потому что Подождите Куда вы пошли А вот еще Давайте я Играю Есть еще ритуалы У нас Обязательно Вот смотрите У нас была Барышня Вот с такими Ей было Лет 7 У нас прилетает В рисовальной стране На дереве Чудо-дереве С ветками Натуральными Но вставленными Фото Этот стол От фотообоев Расписанный И живет Там чудо-кисточка Когда детки приходят Кисточка Прилетает Говорит Как тебя зовут А? Настя Здравствуй Настенька Здравствуй Там Машенька Здравствуй Петенька Здоровая Цель Идите У тебя у нас Насты А потом Когда наступает Момент рисования Давай Настя Твою ладошку Чудо-кисточка Тебе даст Рисовальную Силу Будем творить Спасибо Спасибо большое Я предлагаю Еще раз Обуглесменты Спасибо Сажусь Ольга Это все-таки вопрос У меня есть Остаюсь Хорошо Нет Он есть У вас очень красиво написано Вот вы нам точно скажите Член-корреспондент АПСН Академии педагогических И социальных наук Ольга Мерсесова Член-корреспондент Академии педагогических И социальных наук Заслуженный учитель России Спасибо Ну а практикующий Учитель и член-корреспондент Спасибо огромное Спасибо